Так, дорогие ребята, дорогие участники и уважаемые коллеги Сергей Иванович, Михаил Владимирович, Анна Андреевна, Леонид Борисович, наш основной сегодня участник, мне кажется, очень интересной встречи. Мы начинаем нашу пару занятий, и одновременно она совмещена с приглашением очень интересного гостя, профессора Леонида Борисовича Аллаева. Может быть, я так скажу, наш раритет востоковедения, не в обиду вам, Леонид Борисович будет сказано. Но, ребята, вы мне можете, Анне Андреевне, завидовать, потому что, когда мы были чуть помоложе вас, мы имели возможность слушать курс «История традиционного Востока» в исполнении Леонида Борисовича и заниматься в семинарах, соответственно, из первых рук получать все то знание замечательное, которое сейчас воплощено в очень многих книгах. И я думаю, что, в общем-то, пройдут годы, вы поймете, что это была такая уникальная возможность хотя бы благодаря Зуму с Леонидом Борисовичем встретиться в такой вот версии лицом к лицу через технологические средства коммуникации. Я кратко только скажу, что в сферу научных интересов Леонида Борисовича входит достаточно много всего, но, конечно, его основная специализация – это эндология, история Индии, причем история такая очень глубокая и средневековая, и древняя. Но, помимо этого, еще и проблемы познания истории, глобальной истории, всемирной истории, если мы можем такие термины употреблять, теории исторического процесса. Поэтому мы подумали, что было бы интересно, любопытно и познавательно, и, может быть, как-то интеллектуально стимулирующим вот этот организовать разговор. Вы все получили вопросы заранее, которые мы, в общем-то, извлекли из прочтения книги «Проблематика истории Востока», одна из недавних, но не последняя, заметьте. После этой книги еще вышла книга по индийской цивилизации, ну или как-то так они одновременно выходили, поправьте меня, если я не права. Значит, Леонид Борисович, мы провели небольшой соцопрос, готовясь к вашей встрече с вами, и попросили ребят ответить на два вопроса. Один был «да-нет», да, они должны были ответить на вопрос, есть ли отдельно восточная специфика и западная специфика. И 82% ответили, что «да, есть специфика», и попытались объяснить, кто как это понимал, но мы в дискуссии еще к этому вернемся. 17% сказали, что специфики нет, и тоже у них была аргументация, связанная с тем, что какие-то общие принципы должны существовать. Трудно отнести те или иные страны, приводились там примеры конкретно только к Западу или к Востоку. В общем, мне кажется, что мы постарались подготовить почву для этого разговора, как мы могли. Я надеюсь, что вам он понравится, и вы будете активно участвовать, и мы будем таким образом действовать. Мы дадим слово Леониду Борисовичу рассказать о книге и отреагировать, может быть, на вопросы сформулированные, а потом мы приглашаем всех высказаться и просим не стесняться, мы не будем никого бить по голове палкой с гвоздем, сегодня в порядке исключения. И, соответственно, мы надеемся на свободный обмен мнениями. С нами в помощь тоже коллеги, которые выскажутся со своего угла эндологического и китаеведческого, и мы тоже благодарны им за то, что они нашли время это сделать. Вот, я заканчиваю сейчас свою вот эту вот Акыновскую песню и Леониду Борисовичу техническую. Да, Анна Андреевна, какие-то технические ремарки сделает, и после этого мы уже к содержательной части перейдем. Да, извините, коллеги, технические ремарки касаются микрофонов. Мы вам пригодим один микрофон, и когда вы будете... Это для студентов, Леонид Борисович. Играться с ним не надо. Да, значит, микрофон нужно будет поставить на стол и говорить примерно в него. Пожалуйста, по столу не стучите, говорите громко, четко, понятно. Хорошо? Да. Спасибо. И теперь, Леонид Борисович, пожалуйста, вам слово. Что вы хотите нужным, важным, интересным нам сказать? Мы с удовольствием готовы вас слушать. Ну, хорошо. Во-первых, здравствуйте и примите мою благодарность за то, что пригласили меня здесь у вас выступить. Вот. Значит, я собрал в этой книжке наиболее трудные вопросы, которые стоят перед историками Востока. Ответов там довольно мало, в этой книжке. В основном все-таки вопросы. Тем более, что я вообще-то не теоретик, а просто-напросто историк социально-экономической истории в Индии. Вот. Поэтому для меня ясно совершенно, какие недостатки есть в существующих теориях. Но я не теоретик. Меня упрекали, когда обсуждали эту книжку в других местах, что я не предлагаю другой теории вместо тех, которые я критикую. Ну, что же делать? Я вот именно поэтому и занялся всем этим делом, что теории меня не удовлетворяют. Потому что они не объясняют мне вот мой материал. Или наоборот, дают такое объяснение этого материала, которое приводит, в конце концов, к краху этого всего построения. Вот. Значит, действительно, Восток и Запад. Ну, начнем с того, что, хотя это далеко от наших общих интересов, но все-таки начнем с того, что первобытность. Есть такое понятие, что была первобытность. Вот. Причем первобытность ее изучать так, как она была когда-то, много миллионов лет тому назад, невозможно. Потому что ее нету такой, не сохранилось. Сохранились племена разного рода народа, которые, по нашему представлению, по нашему мнению, представляют собой, представители являются тех племен, из которых произошли мы с вами. Ну, вот я как раз и поставил под вопрос. Потому что вот не понимаю я, как это могли из папуасов вырасти европейцы. Вот. Это все-таки разные вещи. И главное, что доказывается это единое историческое полотно тем, что вот есть племена, находящиеся на разных уровнях развития. На разных уровнях. Вот мы предписываем одним уровень развития такого, что у них есть производящие хозяйства, у других только потребительское хозяйство и так далее. И расставляем их по ступеням определенной лестницы, которую мы сами придумали. Это мы, из нашим могучим умом, выработали такую лестницу, а потом на нее оставили все известные нам сейчас племена. И сказали, вот видите, есть прогресс, есть эволюция. И таким образом постепенно, значит, выявляется сначала Homo sapiens, как человек современный, а потом вся остальная история этого Homo sapiens строится. Значит, один этап накладывается на другой. Но все-таки я скажу и насчет этого Homo sapiens. С антропологией тоже не все в порядке, потому что различные костные остатки, которые найдены в разных местах земного шара, остатки гоминид, они не образуют единства. Они не образуют дерево. Есть ветви. Ветви этого процесса. А ствола нету, не открыли почему-то до сих пор. Мне кажется, что это тоже из той же трудности, о которой я начал говорить. Мы строим теории, потому что нам хочется, чтобы была теория. Как же без теории? Как же без понимания того, где мы вообще находимся? Это, конечно, весьма правильное стремление. Но только нужно учитывать, что исторический процесс любой, очень сложный процесс. В нем принимает участие большое количество разных групп, которые борются друг с другом или дружат друг с другом. Мы изменились такое выражение, которое, в общем-то, в международном отношениях не может относиться. Которые друг другу чем-то обогащают, друг друга уничтожают. Иногда съедают, может быть, вначале. Может быть, я так просто для шутки. И, в конце концов, что-то такое действительно проявляет движение. И в движении уже после первобытности тоже примерно такая же картина. Значит, с одной стороны, тоже ученые расставляют по определенным ступеням общество, которое они называют или считают равнодельческими, или там феодальными, или там буржуазными, или даже социалистическими. Некоторые кого-то считают. Это уже детали. И что касается последних веков, когда уже, значит, вот те отношения, которые мы называем феодальными, существовали. И уже существовал капитализм совершенно четко. Тут все-таки мы отбираемся на исторические факты. А вот что касается предыдущего периода, то тоже в основном мы ищем то, что хотим найти, и, конечно, его находим. История вообще наука, которая является по происходлению европейской наукой. Вообще-то вся наука в современном его понимании возникла в Европе, в Западной Европе. Но это ладно, оставим в стране, нас интересует история. Значит, история – это западная наука. Она начиналась как изучение истории народов западных, западноевропейских. Потом к ней подключились вот другие изучения истории других стран. Когда начались захваты, когда там начались и крестовые походы, еще и прочее. И стали изучать историю других неевропейских стран по тем уже лекалам, по тем, с теми приемами, которые употребляли для изучения европейской истории. И вот тут получилось так, да, что вот есть у некоторых мнения, что, собственно, никакой специфики нет. Вот. И там, значит, феодалы, и тут феодалы. Но они не назывались феодалами, но мы их так назовем, потому что мы так считаем, что они были феодалами. И так далее. Там, значит, такие-то есть, там, скажем, ремесленники, и здесь ремесленники. Хотя, может быть, там большая разница между тем, как они работают. Вот. Ну и так как это востоковедение вообще в целом, включая историческое востоковедение, или историю Востока, развивалось, прежде всего, в Европе, то оно развивалось как колониальная наука. Колониальная наука, которая обеспечивала знаниями какими-то, значит, колонизаторов, в общем, тех, кто людей, которые шли и ехали на Восток завоевывать, ну, там, грабить иногда, говорят, что они грабили. Дело не в грабежах. Грабежей было много везде. Вот. А дело в том, что они поехали на Восток, стали знакомиться и стали интересоваться, что это за народы, как они жили, какая у них история. Но интересовались этим с европейской точки зрения. Вы, наверное, знакомы с идеями Эдуарда Саида в ориентализме. Вот. Я считаю, что, в общем, он совершенно прав, скрывая вот недостатки этого такого европейского подхода. Другое дело, что он оболгал вообще востоковедение западноевропейское, назвав его вообще целиком никуда негодным. Это, конечно, обидно и несправедливо. Дело в том, что никакого другого востоковедения, собственно говоря, нету. И до сих пор есть люди, которые занимаются историей своих стран в восточных странах, в азиатских, в арабских странах, в Индии, там, в Китае. Есть историки своей страны. Но это все равно они работают так, как начинали работать еще их предшественники в Западной Европе. Это тоже наука глубоко евроцентрическая по своему составу. Так вот, значит, действительно есть этот налет. Налет подхода к востоку сверху вниз. Подхода к такого, что там то же самое, что в Европе, только хуже. Вот, собственно говоря, что такое восток. Вот есть такие, на Западе такие есть люди, которые тоже называются учеными. Но это не значит, что нужно выбрасывать в помойку все то, что сделано было европейскими историками и другими учеными в изучении Востока. Страны Востока, их общества и их эволюции, их истории. В общем, так наука многие начинались и развивались. И мне это дало такую идею развития. Значит, скажем, лингвистика. Она начиналась, как наука о европейских языках. А потом, значит, занялись и другими языками. И получилось так, что, в конце концов, лингвистика сейчас – это больше наука о западных, о восточных странах, о восточных народах, чем о европейских. Вот языкознание стало именно мировой наукой, а не европейской. То же самое относится к религиовведению, например. Начиналось оно, как изучение христианства. Потом выяснилось, что есть другие религии, которые тоже надо изучать. А потом выяснилось, что христианство – это вообще только эпизод в развитии религий разного рода. И религиовведение сейчас отнюдь не христоцентрическое. И вот мне покажется, что неплохо было вот так же самое ориентализировать. Я тут употребляю этот термин в данном случае в шутку. И в книжке тоже употребляю в этом смысле в шутку. Ориентализировать историю, сделать ее историей всемирной именно, а не европейской, у которой есть там что-то похожее на Европу в других странах. Нет, это все-таки по-другому сейчас видится у меня, потому что Европа, ну, это, в общем-то, известно. Европа не могла бы развиться даже тот же античный строй, с которого начинается, собственно говоря, Европа как таковая. Не мог бы развиться без того наследия, которое греки, а потом римляне получили из стран Востока, ну, прежде всего из Египта, но и из других тоже некоторых других стран. Ну, и какую роль сыграли, скажем, исламские завоевания, мусульманские завоевания и контакты между европейскими, европейским и исламским мирами. Это тоже все хорошо известно, и это нельзя никак сбрасывать со счетов. Нельзя никак думать, что это было только одностороннее такое движение. Значит, вот там восточные народы учились чему-то там на Западе. Как вы знаете, в общем-то, я должен это сказать все равно, что очень много было заимствовано странами Запада у стран Востока. Ну, и, конечно, сама наука, я уже сказал об этом, что это европейская выдумка, наука, европейская, западноевропейская. Но она бы тоже не состоялась, она ее бы не была бы, если бы не было, значит, взаимодействия этих самых научных миров. Вот. Значит, вот посмотрим теперь дальше, что бы было. Дальше были вот этот самый Восток и Запад. Ну, Саид прав, то, что фигурирование в наших рассуждениях Востока как нечто единого, которое вот противостоит там Заводу, скажем, это уже само по себе искажение в действительности, конечно. Ясное дело, что Восток многолик. Ясное дело, что одно дело значение Китая для всемирной истории, другое дело значение Индии для всемирной истории или там других стран, скажем, исламских. Вот. Я не хочу сказать ничего, ничего не за, не против, не плохо, не хорошо. Просто разные, разные влияния, разные были, ну, вклады, что ли, вот этих цивилизаций, употреблю это слово, хотя я его не люблю, потому что я его употребляю без толпка иногда, вклады, которые они внесли в общую копилку. Мне представляется, что история человечества, это такой образ у меня в голове, это такой поток, поток разного рода струй, разного рода там каких-то вод, значит, разного размера, разной температуры, скажем, разного цвета, вот, которые каким-то образом соединяются и что-то кто-то другому передает. И вот таким образом они двигаются. Мои хорошие друзья, значит, Каратаев и Галинин, они работают сейчас над созданием, то они уже, собственно, создали это дело, значит, такую математическую модель исторического развития человечества, которая доказывает, что был единый процесс истории, в который все участвуют. Вот, но это не значит, что этот самый процесс, ну, вот так вот все вот одинаково в нем участвовали. Каждый что-то вносил или пропадал, не вносил, пропадал, да. Очень даже много таких струй, которые так никуда не вылились. Вот, да, это такой жестокий процесс. Вот, но, тем не менее, было взаимодействие и был поэтому рост. Здесь та же самая ситуация, что и с антропогенезом. Значит, известно, что был единый путь, но неизвестно, кто по нему идет. Вот, вот что, интересное дело. Идет очень многие, очень многие разные народы. Какую-то часть дороги они осиливают. Потом вливаются, пропадают. Или наоборот, там расцветают. Это уже там детали. Вот, вот такая ситуация. Да, ну и, конечно, в общем, в каком-то приближении можно говорить о противостоянии Запада и Востока. Это конкретно, значит, вот, скажем там, ассирийский мир, который пытался весь культурный мир объединить. Вот, ну, не удалось. Вот, потом там персидский мир, персидская империя, которая тоже овладела всем этим самым пространством, тоже, значит, исчезла. Потом античный мир. Я не стараюсь обязательно все перечислить. Античный мир. Он вроде тоже охватил все Средиземноморье и вплоть до Индии. Вот, и некоторые даже думали, очень высокообразованные люди, если бы Александр Македонский не умер так рано, то, может быть, он бы создал уже единое действительно человеческое общество, которое вот пошло бы единым фронтом вперед. Да, так вот, а потом, значит, противостояние мусульман и христиан, противостояние Европы и Ближнего Востока. То же, значит, движение, то Восток наступает, то отбивает кое-какие куски континентов, которые захватили мусульмане. То, значит, турки-османы захватывают Балканы и вот-вот в Париж вообще войдут. Правда, в Париж Франция была союзником, поэтому в Париж, может, они не вошли бы. И потом откат османов. Взаимодействие такое вот было всегда. То есть не всегда, но вот очень долго продолжалось. И сейчас мы стоим перед тем же, перед тем же, перед той же проблемой. Собственно говоря, я тоже этим задумался об этом во всем. Тогда, когда увидел, что западный мир, который добился огромных успехов в достижении благосостояния, в общем, некоторые вопросы не решил, а некоторые вопросы он заложил, мины под себя, мины под свое существование. Вот великое завоевание человечества, идеи свободы, равенства, братства, когда проповедуются мысли, что все люди равны и все люди достойны права, справедливости, все прочее, прочее, вливается сейчас в то, что Европу заливает волна иммигрантов из Африки, из Азии, вот, и Америку заливает волна из Латинской Америки, вот, и остановить это невозможно. По-моему, я не знаю, никто не предлагает какой-то вариант, как это можно прекратить. То ли делать стены, как, между прочим, римляне делали против варваров, стену во всей Западной Европе протянули. Вот, или же, значит, принимать всех и стараться их, так сказать, сделать такими же, как мы. Ну, понятно, что это вот очень трудно и то, и другое. Так вот, значит, волей-неволей вопрос от Востока и Запада встанет перед нами в дальнейшем, в анализе политической уже структуры, политической событий современности. Вот, то ли мы обречены вообще слиться с Восточным миром или с Африканским миром, то ли у нас есть какие-то шансы выжить. Вот, не знаю, не знаю, как. Ну, по крайней мере, вы молодежь подумаете над этим вопросом, может быть, что-нибудь придумаете. Вот, ну, еще в заключении нужно сказать, что, да, вот, многое можно заимствовать на Востоке и сейчас. Вот, в то же время можно, конечно, что-то сделать с тем, чтобы те вещи, которые считаются сейчас уже на Западе бесчеловечными или ужасными, там, варварскими, чтобы они как-то отмирали. Но это все очень сложный и долгий процесс, и, главное, трудные, и, главное, перспективы я не вижу. Может быть, вы видите. Так, спасибо за внимание. Спасибо большое. Меня слышно? Да-да-да. Отлично. Спасибо большое. Теперь мы бы хотели предоставить слово с краткими комментариями нашим двум экспертам, которые у нас есть в зале и онлайн тоже по желанию. Михаил Владимирович Карпов, главный научный сотрудник Центра комплексного китоведения оригинальных проектов НГИМО, китаист. Пожалуйста, вам слово. Алло, меня слышно, Леонид Борисович? Добрый вечер. Да, я просто хотел сказать, что я тоже считаю себя вашим учеником. Вы совершенно выдающийся специалист и прекрасный человек. Нет, нет, это не комплимент, это истинная правда. И я прочитал вашу книгу очень внимательно. Я должен сказать, что я очень давно не читал ничего подобного на русском языке. У нас как-то, видимо, не только я ничего личного здесь не имею, никого лично не имею в виду, не только наш студенчество, так сказать, перестало читать тексты, но и многие специалисты перестали их писать. И вот то, что вы написали, это совершенно шедевр. И я думаю, что это останется на много-много-много лет. И я буду очень краток, но, прошу прощения, может быть, в чем-то остер. Значит, фундаментально я с вами согласен. Фундаментально я с вами согласен. Но я должен сказать, что я слушал ваше выступление, и оно, конечно, ну, наверное, так и должно быть правильно. Оно очень политкорректное такое по сравнению с самой книгой. Вы говорите, что все тут равные, вот все цивилизации такие, вот такие потоки. У вас в книге все-таки это несколько по-другому, насколько я понял, изложено. Все-таки у вас здесь в книге есть постановка, проблема, что Запад все-таки лидирует. И Запад – это все-таки некий такой интегратор, как ни странно, интегратор Востока. И с этим я, в общем, тоже согласен. Вот как понимать, например, европоцентризм вообще, то, что вы ставите, эту проблему. С моей точки зрения, это проблема модернизации, как западное явление и понятие. В этом смысле история современности не может быть не европоцентрична. Она не может быть не европоцентрична, потому что нет восточной модернизации. Есть восточные догоняющие, это другой вопрос. Но изначально, как бы, это, в общем, западная вещь. Мне кажется, что очень верно вы подметили, что вот дихотомия, свобода и несвобода, это, собственно, обеспечивает прогресс. И, в общем, здесь, опять же, конечно, где свобода и где несвобода. Причем, это не абстрактные понятия, это очень конкретные социокультурные понятия. Это вопрос, опять же, о Западе и Востоке. Значит, вот тоже мне понравилась ваша мысль в книге о выживании, как критерий прогресса, ссылается на нацелетяна. Интересная очень мысль. И вообще, поскольку мы сейчас в аудитории МГИМО, то я позволю себе порекомендовать студентам такую книгу. Она тоже, правда, большая и тяжело читаемая, друзья мои. Но автор ее немецкий, правда, не омарксист. I'm sorry. Но, тем не менее, я его лично знаю. Бруно Тешки. Книжка называется «Миф о 1648 году». И вот он пишет как раз о том, как… Это большая сложная книга. И он пишет как раз о том, как, собственно говоря, вот происходил процесс модернизации в самой Европе. И даже в рамках таких как бы однозначно европейских наций, как Британия и Франция, в общем, здесь все было как бы совсем не так, как пишутся в учебниках. И действительно, в какой-то момент, в первую очередь, в Великобритании Франция вынуждена была под нее подстраиваться, что, собственно, и привело к модернизации Франции. Вот это просто к тому, что действительно даже в рамках Европы, в рамках европейской специфики, существует огромная как бы вот разница в этой как бы гихотомии, так сказать, свободы и несвободы. И, ну, про Россию я говорить не буду. Кстати, я полностью согласен с тем, что вы пишете про евразийство, про Россию. Мне очень близка эта позиция. Я с вами здесь полностью согласен. С моей точки зрения, Россия, конечно, фундаментальна, в общем, это европейская страна. Но со своей огромной спецификой отношений, то есть Франция и Великобритания. Значит, мне кажется, что вы очень правильно критикуете Гегеля и Маркса. Мне очень понравилась эта позиция. Потому что вы прекрасно говорите, что Маркс, что взял, так сказать, он взял полностью концепцию Гегеля. Просто он заменил эту эманацию духа, так сказать, определенным соотношением производительных сил, производственных отношений. Отчего ситуация не стала яснее, безусловно. В этом вы правы. Но с моей точки зрения, у Маркса, I'm sorry, опять же, все-таки я не марксист, но у него есть заслуга. Заслуга, которую ни до, ни после, в общем-то, никто, насколько я понимаю, в такой степени не внес. Это форма собственности. Это проблема формы собственности. То есть вот этот тезис Маркса о том, что форма собственности во многом объясняет структуру динамик и бытие, так сказать, вот данного социума. Мне кажется, это, может быть, одно из, так сказать, немногих, так сказать, положений Маркса, который выдержал проверку истории в полной мере. Полностью с вами согласен, что цивилизационный подход, да, это хорошо. Но теории цивилизации нет, потому что я совершенно с вами согласен, что я сам терпеть не могу слова цивилизации, потому что непонятно, о чем идет речь. Совершенно верно. Нет определения. Значит, и, собственно говоря, мне хотелось бы еще вот, да, вот еще что сказать, что я согласен с тем, что вот с этим вашим образом, потому что, на самом деле, я, честно говоря, не помню в книге вот этого образа, вот потока, потока, по которому вы говорили. В книге там образ ветвей. И так получается, я с вами здесь тоже согласен, что западный ветвь, западный ветвь, она оказалась, тем не менее, все-таки лидирующей. И в этом смысле, как бы, вот вы тоже пишете, я с этим, в общем-то, склонен согласиться, хотя это, может быть, в чем-то такая очень неполиткорректная мысль-то, что, по крайней мере, сейчас, что именно западная, что в человеке заложена идея, в принципе, потенция развития. И так получилось, что именно западная цивилизация, какая-то часть западной цивилизации, она, в этом смысле, оказалась наиболее исторически состоятельной, ну, по крайней мере, на каком-то этапе. Этот этап, я думаю, до сих пор, как ни странно, продолжается. Вот. И, ну, наверное, вот какие-то общие, самые общие соображения я высказал. Еще раз огромное вам спасибо за книгу эту и огромное вам спасибо за то, что вы сегодня с нами. И спасибо коллегам за совершенно великолепное, совершенно великолепное такое мероприятие. Спасибо. Мне, может быть, пару слов ответить или не надо, или потом? Не, надо, почему нет? Надо, конечно. У нас свободная дискуссия. Некоторые, правда, зубастые. Я просто хочу кое-что, несколько слов буквально. Я постараюсь очень коротко, потому что не в этом дело. Во-первых, действительно, вот модернизация, это вроде как бы она понятное дело. Модернизация такая, никакая восточная или западная модернизация не может, она как таковая есть. Но вот мне хотелось бы подчеркнуть, там есть такая главка про Китай и так далее, что да, она, конечно, сначала это вот просто-напросто модернизация по европейским каким-то, ну, опять лекалом слово такое привязалось. Вот. Ну, вот у меня есть не надежда, а предположение, что, может быть, Китай выйдет за пределы вот такой модернизации. Вот он достигнет такого уровня, когда он догонит страны Запада и Соединенные Штаты по материальным показателям прогресса и пойдет дальше. Вот я думаю, а может, нет, я, может, конечно, не ошибаюсь. Теперь, что касается свободы, действительно, свобода это прекрасная вещь, это дело в том, что, дело не потому, что хорошо быть свободным, а дело в том, что только свободный человек творит, творит, а без творчества не было бы никакой Европы. Вот там парили люди, были, воспитался новый совершенно человек инициативный, нахальный, гадкий, но, понимаете, инициативный, сволочь. И начал все перекореживать. Иначе ничего в Европе не получилось. Вот. И вот вопрос, опять же, стоит тот же самый. А можно достигнуть такого же уровня без свободы? А можно ли, скажем, в авторитарный режим, что привел страну к следующему этапу, вот посткапиталистическому, или как там его назвать, как угодно? В общем, вырваться за пределы вот того, чего достигла Европа в своем развитии, начиная с Афин. Вот. Это вот вопрос, который неизвестный. А что касается собственности, то, наверное, все-таки мы с вами одинаково мыслим, но, может быть, я вот что скажу, что у Маркса перепутан, я этим много занимался, Маркс, собственность, потому что считалось действительно, что собственность, форма собственности или тип собственности определяет все. И я нашел, что у Маркса путаница между правом собственности и собственностью, и правом собственности. Вот собственность, она, конечно, ну, владение, собственность, там, как угодно она может называться, но, в общем, если нет права, которое закрепляет эту собственность, то не будет ее потом. Вот. Вот в Европе чем отличалось от того же Востока, пресловутого, те, что там они все закрепляли в праве, начиная там еще и с римского права и так далее, это вы знаете тоже хорошо. Вот отношение к правовым аспектам, отношение к рекламентации прав, регламентации прав каждого человека, вот это вот отличало Запад, и это совершенно было неизвестно, по крайней мере, во многих странах Востока, которыми я занимался. Спасибо. Спасибо большое. Сейчас я еще добавлю. Вот мы там, кто индологи, они особенно знают, мы там до этого можно в любой стране средневековой на Востоке сказать, когда там раздавали землю, землю раздавали военачальникам, как плата за содержание воинского отряда, вот, то мы понимали, что это не собственность, потому что она тут же взяли и отдали, то есть выдали, отняли и так далее. Но мы писали как, значит, там, скажем, Джагердар какой-нибудь, Джагердар имел право собирать налог в свою пользу. Так вот, налог-то он собирал, но права он не имел. Вот в чем дело. Так, извините. Спасибо большое. Сергей Иванович Лунев, профессор кафедра Востоковедни, очень известный индолог и специалист по Востоку. Сергей Иванович, вы, наверное, тоже что-то хотите сказать нам наверняка? Да, конечно, значит, ну, Леонид Борисович, я знаю уже почти 45 лет, значит, не все, к сожалению, столько проживают, значит, Леонид Борисович совершенно выдающийся не просто индолог и не просто востоковед, а, наверное, выдающийся обществовед в целом. Значит, и просто можно действительно восхищаться и трудолюбием Леонида Борисовича и его крайне глубоким мыслям, значит, при этом совершенно не означает, что я согласен, я очень часто, бывает, не согласен с мнением Леонида Борисовича, но именно потому, что он затрагивает в своих работах фактически весь спектр общественных наук, фактически весь спектр общественных наук. Значит, что касается Востока и Запада и мирового процесса, здесь, по-моему, существует две вещи. С одной стороны, совершенно очевидно, что современная мировая система появилась благодаря Европе. Значит, у нас, как традиционно, курс истории международных отношений начинается с 1648 года, значит, Вестфальский мир, хотя и сделал две выдающиеся вещи, поставил государство во главу угла, значит, и прекратив религиозные войны в Европе, значит, все-таки не создавал мировую систему. Мировая система у нас начала развиваться после эпохи географических открытий и наступивших сразу за ней колониальных захватов. Значит, до этого существовавшие выдающиеся совершенно цивилизации древности практически же не контактировали друг к другу. Вот те же такие две древнейших крупнейших цивилизаций, как китайская и индийская, вообще имели общую границу. А взаимосвязи, взаимоконтактов-то между ними практически и не было. Во многом благодаря, конечно, географическим вещам, то есть, ну, есть какие-то вещи, которые все знают по поводу того, что буддизм из Индии ушел в Китай и далее начали распространяться. Значит, ну, это дело рук каких-то отдельных совершенно монахов, паломников и так далее и тому подобное. А в целом контактов не было, и не случайно мое любимое хобби сравнивать китайскую и индийскую цивилизацию, поскольку настолько разных цивилизаций, как вот эти две выдающиеся индийские цивилизации, просто трудно себе представить. Трудно себе представить. Значит, и с этим-то я согласен, что мировая система возникает благодаря Европе. Но от ныть не согласен, значит, заявлению по поводу того, что Европа играет какую-то совершенно определяющую роль в историческом процессе. Значит, дело в том, что я, возможно, ошибаюсь. Значит, у нас существовал единый исторический путь. Значит, и необходимо, значит, бороться вот с европоцентристскими подходами к анализу. В том числе и в том плане, что делать Европу уникальной, исключительной и единственной правильной, значит, и Восток анализировать по лекалам Запада. По лекалам Запада. Значит, а золотой век Запада – это явление временное и приходящее, и приходящее. Значит, по существу сейчас, почему, наверное, сейчас особенно следует об этом говорить, потому что сейчас мы видим прекращение этого золотого века севера. Значит, будущее достаточно темно, хотя закат Европы у нас еще век назад предрекали. Ну, сейчас это, кстати, совершенно очевидно. А путь исторический был совершенно единым. Значит, и, собственно, в этом плане так и необходимо его воспринимать. И развивался общая история на основе длинных циклов и достаточно все-таки общего будущего, общего будущего. Ну, так, кратко здесь дело в том, что можно говорить просто бесконечно по всем проблемам, которые были подняты. Значит, чтобы дать возможность студентам поговорить, я на этом остановлюсь. Ну, и в заключение, значит, слова благодарности Леониду Борисовичу, которые чтение трудов, которого всегда подвигает тебя задуматься, переосмыслить какие-то вещи и прийти к каким-то, в этом лучшем случае, новым для себя выводам. Спасибо. Спасибо большое, Сергей Иванович, Михаил Владимирович, за то, что вы, что называется, кик-офф в нашу дискуссию, я надеюсь, которая и дальше пойдет плодотворно. Мы будем, давайте, действовать таким образом. Значит, у нас есть возможность для того, чтобы вы высказались, может быть, какие-то вопросы подняли, что-то сформулировали, то, что вам кажется дискуссионным или интересным или проблемным. И вот Анна Андреевна поможет микрофоном, да, как бы, ну, мы не хотим никакой обязаловки, мы хотим, чтобы это было интересно и живо. Поэтому давайте пойдем по вопросам, кто хотел бы высказаться, пожалуйста, это ваше пространство. И дальше мы как-то отреагируем, что-то, может быть, Леонид Борисович на что-то отреагирует, наши коллеги, мы тоже. Первый вопрос у нас был связан как раз-таки с ориентализацией гуманитарных наук, о чем Леонид Борисович в своем понимании ориентализации, как он это видит и сформулировал в книге, сказал. Дальше у нас такой вопрос, а может ли быть ориентализация общественных наук, и почему эта проблема имеет актуальность, стала вдруг сейчас актуальной. Хотел бы кто-то сказать несколько слов, может быть, на основе того, что вы уже формулировали в Google форуме. Есть соображения, да, Арсений? Пожалуйста, вам думайте, да, как бы ничего страшного нет, ядовитость в нем, но не плюемся. Это наш профессиональный диалог с вами сегодня. Пожалуйста. Спасибо большое. Во-первых, здравствуйте, спасибо большое за свой интересный труд, интересную работу. Мой вопрос, на самом деле, заключается в следующем. Как вам кажется, какие границы ориентализации социальных наук? Действительно, если более широко рассматривать материалы не только европейские, но и восточных социумов, восточных цивилизаций, то, на мой взгляд, возможно, вообще многие понятия смешать. Так как зачастую бывает такое, что материалы двух этих цивилизаций, они просто несопоставимы. Да, Леонид Борисович также говорил о мировом статусе, например, лингвистики, но даже в той же лингвистике невозможно, на мой взгляд, выработать универсалии. Да, например, что такое дипричастие с точки зрения индоевропейских языков и многих восточных языков, будучи там тех же тюркских. Соответственно, не стоит ли нам задуматься о выработке определенных определений, методологий, нацеленных именно на восточные материалы и нацеленные на западные материалы? Спасибо большое. Это был вопрос. Сейчас мы попробуем на него отреагировать. А помимо вопроса, есть какие-то соображения? Пожалуйста, Никита, передавайте, будьте добры, ребята, помогите. Представляйтесь, наверное, чтобы все, потому что профессора не всех вас знают и коллеги. Никита Шпак. И вот, наверное, задам вопрос и в добавление, скажем так, постигну дискуссию с моим товарищем. Вот мы сейчас, грубо говоря, пытаемся переходить из исключительно западоцентричной, скажем так, научной риторики в дихотомию восток-запад. Но вопрос отдельно возникает. Если мы переходим в такую систему координат, то не впадаем ли мы в огрех наступания на грабли? Так как сейчас уже, в принципе, если посмотреть на различные экономические прогнозы те же, достаточно-таки очевидно, что рано или поздно, допустим, та же Африка тоже имеет все шансы стать такой же играющей, ну, что и крупную роль державы, и если, ну, держава, я скажу так, конгломератом игроков, и возникает вопрос, нужно ли нам тогда заниматься будет африканизацией общественных наук и общественных процессов, или, возможно, есть способы выработать какие-то общие подходы, которые будут рассматривать не восточную западную специфику, не пытаться их помирить, а выработать, скажем так, универсальный подход, который будет действовать не только по линии Восток-Запад, но и по линии Север-Юг. Спасибо большое, Никита. Скажите, пожалуйста, вот по первому блоку вопросов еще есть соображения, комментарии, мысли какие-то? Пожалуйста, Денис, Никита, передайте Денису. Меня зовут Денис Архон. Вот что касается вопроса, как мне кажется, вот эта проблема ориентализации гуманитарных наук, она вот как раз таки связана именно вот с подъемом Востока, именно вот, ну, прежде всего, подъемом Китая, большей роли восточных стран, страна Азиавтики в мировой экономике, мировой политике. И, как мне кажется, это вот ориентализация гуманитарных наук, она как раз и как бы хочет решить эту проблему, то есть как, по какому пути именно идут эти страны, то есть как бы некоторые страны, например, Малайзия, вот эти азиатские ценности, Кингапур, они как раз открыто проглашают, что они идут по какому-то иному пути, и мне кажется, вот эта ориентализация гуманитарных наук, она как раз должна решить эту проблему, то есть они как, эти страны, они идут, они именно преуспели за счет того, что они нашли какой-то свой отличный от Запада путь, или же они, или они преуспели именно за счет того, что они переняли какие-то институты ценности Запада и просто как-то их построили под свой специфик, интегрировали, да, вот именно в свою какую-то специфику, то есть вот, как мне кажется, в этом. Хорошо, спасибо. Да, пожалуйста, передайте дальше. Мы еще один тогда в комментарии вопрос соберем, два, и потом будем тоже реагировать на них. Представляете? Да, Мария Брикман, в общем, я согласна, Мария Брикман, в общем, я согласна с своими коллегами, и у меня такой вопрос. Существует ли Восток все-таки как цельный объект изучения, и есть ли смысл объединять страны Востока в цельный объект изучения, если уж мы говорим об ориентализации общественных наук, гуманитарных наук, общественных наук, есть ли смысл объединять страны Востока в одно целое? Спасибо. И кто хотел бы еще... Вот сюда, Алексею, пришли. Ну, давайте так вот. Да, у нас еще там был такой вопрос, возможно ли... Да, Алексей Демидов. Вот, у нас один из вопросов, который мы в этом блоге затрагиваем, это возможно ли ориентализация социальных наук. Я немножко хотел по этому поводу сказать, но, конечно же, она возможна, и она для этих наук крайне актуальна, потому что, в принципе, социальные науки, ну, в первую очередь, политологии и другие, они в основном возникали на Западе, и социальные науки, объясняя какие-то общие процессы, они пользуются именно примерами, ну, собственно, близких к себе западных обществ, и поэтому зачастую они как-то игнорировали примеры Востока и сформировали закономерности, формировали свой понятийный аппарат именно на базе каких-то процессов, которые происходили на Западе. И в этом и заключается большая слабость социальных наук, и поэтому, естественно, в том, что сейчас все большую роль в процессах, которые изучают социальные науки, то есть и в международных отношениях, и в политике, начинает играть восточное общество, и, естественно, необходимо для того, чтобы эти науки, ну, соответствовали своим задачам и действительно объясняли мир объективно, то, естественно, им необходимо все больше и больше брать, скажем так, материалы в восточных обществах и в странах Востока. Вот. Спасибо. Давайте самый финальный, да, вам комментарий. Маша, Егору передайте, он сзади вас. Здравствуйте, мне зовут Егор Чухон. Просто по поводу, на самом деле, нужно ли по-разному смотреть как раз на изучение на социальной науке с западной точки зрения, с восточной точки зрения. Как-то раз, по-моему, два года назад, я не помню, был первый столовиканский форум у нас в МГИМО, и выступал в этом столовиканском форуме один из высокопоставленных чиновников из Чехии. И он говорил по поводу экономики, но, на самом деле, мне кажется, это выражение идеально подходит, собственно, и для изучения в рамках наших дисциплин. Попробуйте как-нибудь перевести стихи Пушкина на китайский язык с помощью Google Translate, и как вам это понравится. То есть то же самое здесь. Везде есть свои какие-то определенные нравы, определенные нормы, определенные понятия. Нельзя изучать Восток, западными, так сказать, теориями. Нельзя изучать Восток с западным пониманием. Нужно обязательно, конечно же, внедряться в понимание этих людей восточно. Худо, бедно, как говорят в Украине, тышком-нышком. Так, не будь пытаться, но это нужно делать. Иначе получается перевод Google Translate на китайский язык к исключению Пушкина. Да, спасибо большое. Значит, мы, Леонид Борисович, мы собрали вот несколько тезисов. Скажите, пожалуйста, вы хотели бы отреагировать на какие-то вопросы поставленные? Есть у вас какие-то? Меня спрашиваете, да? Да. Да, я хотел бы ответить на несколько, разъяснить кое-что. Ладно. Берусь, да, на это дело? Да. На это дело. Вот. Мне кажется, что надо как-то конкретнее посмотреть. Это я только ставлю вопрос, а то, кстати, сказать, не я поставил это, а Богатуров. Вот. Что есть, значит, вот восточная политология, политика вообще, полития, почему политология должна быть и восточной, и отдельно западной, или там как-то между ними соединяться. Тут уже это было высказано одним из задававших вопросов, что действительно надо понимать, что там другие нравы, люди по-другому устроены где-то внутри. Вот. Я не хочу сказать опять как бы ничего плохого, а просто вот надо понять надо другого человека. Это в любом случае надо понимать при общении разных лиц. Правда ведь? Вот. У меня остался конкретный вопрос. Вот. Демократия может развиваться не по европейскому пути. Демократия – это чистое европейское явление. Или можно говорить восточная демократия. Это несколько другая структура. Вот. Скажем, значение симулякоров таких или имитаций демократических институтов. Вот. Вы знаете, отлично примеры этого дела, когда есть парламенты, президенты и там всякие прочие вещи, даже, может быть, оппозиция. Но все это так просто. Это для внешнего, так сказать, мира. А на самом деле все решается по другим путям, другими путями вообще работают люди. Так вот, это вот возможно перенимать демократию, демократические принципы не бездумно, а действительно как-то соображать, каким образом это можно приспособить. Или, может быть, в конце концов, выработается вообще другая, не связанная с Европой. Демократическая система. Демократическая, ну, в хорошем, в широком смысле слова. То есть, вот, когда массы что-то решают. Вот. Вот я думаю, что это вопрос к политологам нашим. Это не мне. А давайте, значит, решайте этот вопрос. Дмитрий Борисович, массы никогда ничего не решают. Так, это был комментарий от Сергея Ивановича, что массы не решают никогда. А, массы не решают. Нет, это он не прав. Вот. Мы с ним часто не бываем в противоположных точках зрения. Вот. Я думаю, что вот эти самые еще давнишние марксистские понимания, что государство – это есть орудие в руках господствующего класса. Все это фигня. Вот. Просто-напросто. Потому что, ну, по-другому работает общество. Не класс, не класс что-то там руководит. Потому что класс не имеет для этого возможностей. Если можно, я вот небольшой комментарий от себя скажу. Меня, правда, по-моему, не очень видно там. Но это очень интересные вопросы, которые все вы в совокупности поставили. И то, как вот Леонид Борисович отреагировал, начав, да, с тезиса о демократии. Мне кажется, что достаточно продуктивный путь, вот, которым мы с коллегами пытаемся идти. И вот Алексей Дмитриевич, который не смог, к сожалению, присоединиться к нам сегодня, попытался сформулировать в книге «Демократия в российском зеркале». Это попытка найти некоторые функциональные соответствия, да. Может быть, это не будет называться парламент, да, или это не будет называться выборы. А будет, например, да, там, система экзаменов, начин, которая, тем не менее, будет иметь какой-то элемент объективного отбора, там, лучших, да. Но действительно, это будет не совсем то же самое, да. Это будет иметь другие формы. И, может быть, вот, Леонид Борисович сказал, может быть, не парламент решает, да. Может быть, будут решать какие-то другие, там, не знаю, там, совет племен и старейшин, да, но, тем не менее, относительно эффективно. Вот. Так. И вот Михаил Владимирович, да, почувствовал, что он тоже может что-то сказать. Ой, я тоже потом, если можно. Давайте так, Сергей Иванович, потом Михаил Владимирович. Хорошо. Ребята, не потеряйте микрофон. Спасибо большое. Дорогие, опять давайте не путать. Значит, политология, как наука, не западная. Значит, она создана на западном материале. Критерии, правила, принципы. Значит, поскольку они уже созданы, и мы их приняли, значит, эти все западные вещи нужно принимать. Значит, что нужно отвергать? Нужно отвергать европоцентризм. Нужно отвергать рассмотрение Востока как неправильной части Европы. Вот что нужно отвергать, да. И анализировать. Значит, Запад неважно анализировал Восток, признаем это. На Востоке, когда они сейчас начинают заниматься, создавая свою политологию, тоже все, мягко скажем, не блестяще, и во многом идет очень резкое преувеличение, значит, собственных достижений. Значит, у меня были всегда большие надежды на российскую аудиторию, но, к сожалению, пока ничего нет. Значит, особенно нет, да. Значит, В каком смысле надежды были? Надежды, потому что некому больше, с моего представления, было это делать, потому что Запад очень зациклился на Европоцентрическом подходе. Спасибо ему огромное за разработку гигантского совершенно пласта. Но он остановился. Значит, уже лет 30 находится в страшном кризисе. Отсюда появляются какие-то у самых маститых западных обществоведов дикие идеи, которые никто не подвергает сомнению. Типа там Снайдер и Мэнсфилд пишут, что демократическое государство в два раза его политика демократичнее внешне, чем демократизирующиеся государства. Никто даже не задает вопрос, почему в два раза? Почему не в полтора, а не в два с половиной или не пи? Вот. И так далее и подобное. Если вот найдете это, значит, они встают в тупик, когда, например, плохо могут анализировать Восток. Вот тот же «Арабская весна», про которую писали в своей книге. Хочешь или не хочешь, но, например, свои арабские интеллектуалы разобрались в последствиях гораздо быстрее Запада. Потому что арабские интеллектуалы всегда говорили, что западная система, честные выборы, значит, приведет к тому, что власти придут исламисты. Они это всегда говорили. Всегда говорили. Значит, в то время, как посмотрите, что писали западные политологи, как только началась «Арабская весна», вот она демократизация. Значит, с моей точки зрения, демократия может быть восточной. Она может быть арабской, она может быть индийской, тайваньской, значит, какой угодно. Значит, ну, это сложнейший вопрос. Поставьте вопрос, что такое демократия на любой международной конференции, она фактически закончится на этом. Значит, все по-своему совершенно понимают демократию. Значит, а если мы возьмем точку зрения Шумпетера, который говорил, что демократия это проведение относительно регулярно, относительно честных выборов. Все. Ну, тогда у нас... Да нет, ну это вообще какая-то ерунда. Вот, понимаете. Поэтому, значит, действительно, надо здесь не менять, может быть, какие-то правила, принципы, но какие-то можно будет изменить. Но просто не надо подходить к анализу Востока в логическом плане, как к анализу неправильного западного, как очень часто это происходит в западной политологии. Значит, а Восток, он действительно разный, о чем, значит, были вопросы. Я, ребята, вам лекции читал еще, по-моему, на четвертом курсе о том, что Запад более-менее единый, представляет единую систему. А Восток в социально-экономическом плане, значит, представляет совершенно разные категории стран. И термин «развивающие страны» вообще не работающий термин. Значит, он работал в 60-е годы, когда душевой доход в Южной Корее был такой же, как душевой доход в Сомали. Значит, а сейчас, когда в Южной Корее он в 50 раз выше, ну, сразу прямо какие могут быть единые цели, задачи, мотивы у Сомали, у Южной Кореи. Там выделяются целые разные абсолютно категории стран. Но при этом, значит, никто из Востока в Запад не уходит. Очень часто любят Японию, например, подчислять к Западу. Ну, какая Япония Запад? Никакая. Вот, понимаете, потому что мы же видим, что вот эта форма существует западная. Это интересные вещи смотреть. Вот где форма, а где содержание. Значит, по форме это западная демократия. Начинаем разбирать существо, начиная с однопартийной, да, демократии фактически. И кончая власть на местном уровне, мы видим, что ничего западного в Японии по существу нет. Сущность абсолютно восточная. Тот же коллективизм совершенно восточный. И так далее, и тому подобное. И в этом плане, конечно, Восток отличается от Запада, и нужно его анализировать по-другому. Единственное, меня, конечно, смущает термин ориентализация гуманитарного образования. Значит, ну, вот. Хорошо, спасибо большое. Спасибо. Коллеги, меня слышно? Значит, я вот хотел бы поддержать профессора Лунева Сергея Ивановича в нескольких пунктах, хотя я не во всем согласен с ним там по ряду оппозиции, но вот, во-первых, действительно, я бы хотел три момента отметить. Первый момент, значит, это связано с тем, что действительно самое главное все-таки это не рассматривать Восток как неправильный Запад. То есть вот это вот принципиально. Потому что и сам я, сам я, сори, сори, я сам скорее европоцентрист исторически, но, безусловно, я никогда при всем своем европоцентризме, европоцентризме, я никогда не относился к Востоку как к неправильному Западу. Я относился к нему как к некой иной реальности. Но неправильный и неправильный, а вот другой. Это первое. Во-вторых, второй момент. Я, опять же, хотел согласиться здесь с профессором Луневым в том плане, что у меня тоже этот вопрос с самого начала был. А что такое ориентализация? О чем мы говорим, товарищи? Что мы под этим понимаем? Я просто китаист, профессиональный, я много лет работал в Китае, я знаю китайский язык, я знаю китайскую... Я много читаю китайской научной литературы. Ну, по своей проблематике, но и не только. И померьте мне, вот действительно, то, когда китайцы начинают подходить со своими традиционными подходами к попыткам объяснить современный Китай, получается полная билиберда. Когда они начинают пытаться подходить к этому с чисто западными подходами, тоже получается, в общем, билиберда. А вот как-то совместить их, на самом деле, у них тоже не получается. И, опять же, что мы понимаем под ориентализацией? Мы что, должны принимать для себя, изучая Китай, мы должны принимать китайские позиции, которых на самом деле нет методологически? Что мы понимаем под ориентализацией? Это первый момент. И третий момент. Леонид Борисович, вы говорили о Китае, о том, что Китай может быть, так сказать, и так далее. Я вот здесь скажу, я китайский, если я не согласен, я считаю, что в Китае очень много проблем, и китайцы в обозримом будущем будут иметь, скажем так, еще больше проблем, потому что под запись я говорить не хочу больше. Вот. Поэтому я думаю, что китайский эксперимент, он так или иначе завершается. Это не значит, что он завершится завтра. Я думаю, что у них есть какой-то gap time, так сказать, что-то еще есть. Я думаю, что в пределах 10 лет у них есть. Но я думаю, что в течение 10 лет этот эксперимент завершится, и мы увидим, что Китай, в общем, превратится в внешне совершенные, но и все ожидания от Китая, которые имеют место быть, они окажутся совершенно иными. Вот. И я тоже хотел согласиться с профессором Луневым здесь, что действительно западная вот такая как бы наука, она в кризисе сейчас. Это очевидно совершенно. Вы правы, там безумные идеи, безумные идеи. Причем и правые безумные, и левые безумные идеи. На Востоке, честно вам скажу, я не разделяю этой концепции, что Восток поднимается, что вот он нас тут, понимаешь, ориентализирует. Вот с моей точки зрения, с моей личной точки зрения, ничего подобного не случится. Там кризис на кризисе и кризисом погоняет. Да, был какой-то момент, как бы казалось чего-то такого. Нет, сейчас это, в общем, я думаю, все это потихонечку накрывается большим, так сказать, таким медным, да, вот этим вот делом. И здесь действительно остается Россия, потому что я не являюсь нерусским националистам, там, спасибо Боже, и так далее. В плохом смысле этого слова. Но здесь действительно остается Россия, потому что я не знаю, какие у России есть, так сказать, потенции для этого. Но, в общем, да, тут приходится смотреть именно на Россию. Может быть, может быть, может быть, отчасти, как ни странно, на Соединенные Штаты еще. Как ни странно, потому что, может быть, Штаты, ну, у меня несколько, я тоже не совсем согласен с точки зрения, что Штаты уже совсем там погибают. Я думаю, там не так все, так сказать, пессимистично. Но Европы точно нет. Европа в каком-то экзистенциальном таком положении, в экзистенциальном кризисе абсолютно. Вот, собственно, поэтому, да, в общем, Россия, интерес к России здесь, потенциальный какой-то интерес к России здесь, мне кажется, абсолютно правдой. Спасибо, коллеги. Остается 10 минут. Я думаю, что мы можем два или три комментария еще принять от студенческой нашей аудитории. Вот, ребята, у нас, конечно, частично вопросы перекликаются, и мы кое-какие моменты уже осветили из последующих вопросов и про китайский эксперимент даже высказали. Мне кажется, любопытны вот такие моменты. Послушайте, если кто-то хочет сказать, мы приветствуем это. Можно ли методологически объективизировать дихотомию восток-запад? Является ли это основным вопросом востоковедения и почему? Какими методами это можно сделать? И как совместить мировую экономику и цивилизацию на историю, да, тоже вот универсальные и частные соотношения. Если какие-то есть соображения, кто-то, может быть, хотел бы задать вопрос или тоже какие-то проблемные моменты высветить. Есть у нас такие желающие? Да, устали уже? Все? Утомились? Точно нету? Да, конечно. Пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Георгий Паутов. Мой вопрос следующий. Вот в главе данной книги, которая касается Китая, больше говорится о том, что именно в экономическом смысле данный эксперимент позволит нам ответить на некоторые вопросы. Но вот, Леонид Борисович, как вы считаете, поскольку все-таки начало этого длинного пути модернизации Китая начиналось по политическим мотивам, то есть они почувствовали на цивилизационном уровне определенную, ну, оскорбление даже, определенное поражение и как бы нехотя начали постепенно соглашаться на определенные преобразования для того, чтобы получить те же самые технические средства и, соответственно, иметь возможность отстоять свою цивилизационную идентичность и изначально тот миропорядок, в котором они жили благодаря своему мировоззрению. Вот не кажется ли вам, что если Китай, тем не менее, все-таки сумеет каким-то образом политически победить своих давних соперников и восстановить, с точки зрения, справедливость, ну, я имею в виду вообще Запад в целом. А победить Запад ему удалось? Все-таки если Китай проиграет или победит вот именно в этом противостоянии на политической почве, не будет ли именно это ответом на вопрос. Спасибо. Ну, я просто прямую заду, наверное, надо мне отвечать, да? Давайте, да, если можно, скажите, и что вы думаете по поводу того, что Георгий тут нам сформулировал так, странно, но интересно, может быть. Вот, и тогда будем завершать уже. Пожалуйста. Я хотел сказать, что я именно это имел в виду, что эксперимент еще не закончен китайский. Вот, мне кажется, что возможно, этот эксперимент окончится положительно, хотя, конечно, надежды мало, это другой вопрос. Вот, и что касается психологии, почему китайцы стали вдруг так работать, так развиваться? Тут я не Мастак, я не знаю, как это психологически обосновать. Это можно как угодно обосновать. Хорошо. Так, Анна Андреевна, комментарий. Да, если можно, я очень кратко тоже. Ну, хорошо. Да, буквально две фразы. Сергей Иванович, пожалуйста, пожалуйста. Да, я хотел сказать, что вот чисто экономические показатели такой гигантской роли не играют. Смотрите, 1600 год. Значит, на Китай плюс Индию приходится 50% мирового хозяйства, мирового ВВП. Значит, Индия тогда опережала Китай почти в два раза. 1820 год. Это все вот вычисление Мэдисона, великого британского экономиста, эконометриста. Значит, те же 50% это Индия уже почти вся захвачена Британия. На Индию и Китай приходится 50% мирового ВВП. Только уже обратные соотношения. На Китае 33%, на Индию 16%. Значит, и когда, а я абсолютно верен, что снова на Индию плюс Китай будет проходить с 50% снова в мировой экономике, да, то значения особого нет. Посмотрите, что у нас было в 1620 году. Значит, у нас уже прошел закат Индии, и начинается закат Китая после этого. Значит, вот спасибо. Просто вот краткая такая. Да, спасибо большое. Ну вот, к сожалению, как-то, видимо, выдохлись в возбуждении на первых вопросах, экономику вот так уже мы не совсем обсудили. Анна Андреевна, пожалуйста. У нас здесь очень внушительная западная группа. Просто я хотела бы тоже как-то побольше нашу западную группу вовлечь. Коллеги, вот как вам кажется, какая-то западная специфика, да, вот если мы рассматриваем дихотомию Восток-Запад, есть ли в вашем понимании эта западная специфика? Вот говорили сейчас про кризис Европы, да, возможно, какой-то потенциал. Вот как вы это видите как специалисты все-таки по Европе и Америке? Поделитесь с нами вот вашими мнениями, да, есть точки зрения там экономического, политического развития. Кто смелый, никому не страшно. Извините, а можно вклиниться из зума немножко? Значит, Андрей, сейчас секундочку, вот у нас из зала будет высказывание, и потом мы тогда вам слово дадим. Хорошо? Вы имели в виду западную специфику именно в методологии восточной или в чем? Дихотомия Восток-Запад, но вот если мы говорим, да, что у нас есть восточная специфика, если помните вопросы, которые мы вам ставили, вот если, да, есть ли западная как бы специфика, как мы вообще нам рассматривать правильно роль, изменение роли, да, наверное, Европы и Америки? Да. Никит, вы хотите сказать? Дмитрия вот тоже, да, потом Андрей. Наверное, говоря о западной и восточной специфике, в принципе, можно сказать, что есть такое понятие как специфика, и для каждого оно своеобразно. И тут, наверное, можно просто по мере надобности добавлять необходимые специфики, то есть при необходимости образуется в дискуссии наверняка и латиноамериканская специфика, и африканская специфика, и российская специфика, в принципе, тоже выстраивается, мне кажется, на данный момент. И, в принципе, говоря о том, что закат Европы нынче идет, и непосредственно снижается роль запада, возможно, это тоже есть часть западной специфики, то есть пребывание в таком постоянном состоянии легкого загнивания, при этом постоянной конкуренции, скажем так, самими собой, и такого поиска одновременно внутренних вызов, героическое их же преодоление этих иногда внустательно созданных вызовов. Вот Андрею, который к нам подсоединяется из Беларуси, да, пожалуйста. Да, спасибо большое, спасибо. Я просто хотел как раз-таки ответить на тот вопрос, можем ли мы объединять мировую экономику и цивилизационную историю. Это крайне сложный вопрос, потому что он требует очень большого объема данных для того, чтобы сопрягать эти два понятия. И вот как раз-таки в книге Леонид Борисович высказывает такой тезис, что крайне сложно применить просто количественные какие-то методы для того, чтобы оценить или сравнить разные цивилизации в кавычках, да, то, как развались разные части мира, причем сделать это в статике. Это нужно делать скорее в динамике и в критерии развития вкладывать, ну, очень много каких-то элементов. Это не только будут какие-то количественные показатели, это будут еще и индикаторы, которые мы не можем просто так взять и измерить циферками. То есть и как человек мыслит, то есть вот эти образы и форму мыслей. И вот поэтому мне, как человеку, который обладает не самыми широкими знаниями по разным областям науки, ответить на этот вопрос крайне сложно. Поэтому здесь нужно объединять вот эти, я не знаю, какие-то специальности в одну, создавать комплексные, но это же, наверное, пока что будущее. Для меня это как-то так видится. Спасибо большое, Андрей, что вы на этот вопрос отреагировали. Это действительно сложный. Но у нас, к сожалению, подходит время к концу. Есть, но внезапно появились два или три комментария. Ребята, пожалуйста, очень кратко. Потом мы будем завершать и благодарить наших участников, которые нашли время для наших встреч. Пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Евгений Миронов. Я тоже хотел как-то подключиться к дискуссии по поводу сочетания мировой экономики и цивилизации. И вообще, мне кажется, что этот вопрос может быть немножко перефразирован, потому что мы можем разговаривать о том, как эти две вещи соотносятся, а можем ставить вопрос следующим путем. То есть как какие-то цивилизационные, тоже мне очень нравится это слово, цивилизация, факторы, могут влиять на экономику. Потому что, например, у Леонида Борисовича есть абсолютно замечательная голова, которая касается цивилизационного подхода. Он метко заметил, что в России очень часто круглые столы по цивилизационному подходу заканчиваются тем, что мы пытаемся выяснить про особый путь России и начать разбираться с этими вопросами. Но, тем не менее, есть другая книжка, не менее замечательная. У нее автор корейский исследователь, который сейчас в Кембридже работает. Я сейчас не могу произвести его имя. Она называется, по-моему, «Недобрые самаритяне». И там автор как раз исследует вопрос, как культурологи пытаются через культуру, через какую-то специфику национальную или цивилизационную, пытаются объяснять успехи или неудачи той или иной нации в своей экономической модернизации. То есть, например, можно объяснить экономическую модернизацию успеха Японии тем, что японцы там честны и трудолюбивы, у них корпоративизм и все дела. Но если почитать, например, записи миссионеров, которые 150 лет назад работали в Японии, они говорят, что японцы – это, в общем, чудовищные лентяне, ничего не хотят делать и все такое. И вот как, имея такую, скажем, базу, можно развивать экономику? По-моему, то же самое касается и немцев. То есть, что 150 лет назад про них говорили, что это нация бездельников, там, поэтов и философов. А вот, значит, с начала Первой мировой войны видим, что чего добились немцы. То есть, я согласен с Андреем, что это очень такой скользкий вопрос, что надо крайне внимательно к нему относиться и не скатываться вот в такие даже рассуждения из области стереотипов о той или иной нации. Или вот тоже, например, другой вопрос. Мы вот тоже с Андреем занимаемся проблемами Африки, и, например, можно услышать проблемы, ну, такую постановку вопросов, что, ну, Африка недоразвит, потому что, ну, черные, они ленивые. А, что, собственно, не так. То есть, абсолютно не так, на своем опыте могу добавить. То есть, я за то, чтобы не скатываться в подобные вещи. Спасибо большое. Да, я быстренько. Уже мы говорили о том, что ориентализм пронизан тем, что Восток воспринимается как что-то вроде отклонения от нормального, то есть европейского пути. Однако вот в книге я вот ваше заметил, вот один был комментарий, что был упомянут Джен Хэ, это знаменитый мореплаватель китайский. Если так посмотреть, что вот его суда огромные, их не сравнивают с маленькими каравеллами европейцев. И было сказано, что, возможно, если бы его корабли достигли бы Атлантики, и вот это само мореплавание китайцев развивалось бы и дальше, а не был после этого откат, то тогда бы Восток воспринимался с точки зрения вот этого самого ориентира, и тогда Запад был бы уже скорее своего рода отклонением. И вот я не знаю, вообще возможно ли это было. Нет, это шутка, это шутка, конечно. Что вы, ребята? Возможно. То есть были объективные причины, по которым, по сути дела, Китай откатился? Конечно, конечно. Ну, Михаил Владимирович, наверное, лучше ответит. Но я скажу, что потрясающее плавание самого крупного флота под руководством китайского флотоводца закончилось тем, что корабли все сожгли, потому что, значит, все это нарушало стабильность, а именно борьба за стабильность – это была основа в Китае. Так, так, коллеги, последние комментарии от студентов, и потом мы будем завершать. Меня зовут Александр Морозов. Я хотел прокомментировать по сопряжении мировой экономики цивилизационной истории. История в целом – это ведь процесс длительный, процесс, в котором все общности, которые мы изучаем, эволюционируют. Также и цивилизации эволюционировали. Ну, мне кажется, более корректно говорить о том, что раньше были неконкретные цивилизации, некие такие цивилизационные очаги, которые притягивали к себе как-то окружающие народы, племена на разных этапах истории. Поэтому в какой-то момент, вот, ну, представим, что история – это вот растущие кусты, да, это несколько таких очагов, которые постепенно по мере своей эволюции кверху сплетаются ветвями. И, в конце концов, понять уже, где же ветви какого куста, непонятно. Также и современная мировая экономика, учитывая глобализацию, все страны, все начинания, которые произрастали из цивилизационных очагов тысячи лет назад, сейчас сплелись. Вот, ну, и то же самое, в общем-то, не только экономика касается, но и культуры. Ведь вот в Древней Руси, например, все носили бороды. Сейчас у нас только Никита Шпак с бородой, по-моему, или еще кто-то есть. Ну, собственно, да, и вот нам даже это запрещают. Казалось бы, вещь совершенно не русская, но теперь нам кажется, что это такое родное, так же как картошка, которая из Южной Америки приехала. Ну и что касается западной специфики, мне кажется, что говорить про западную специфику нам трудно, потому что все-таки мы тут согласились с тем, что Запад в какой-то момент занял первое место, и пока что его не собирается отдавать, поэтому говорить о специфике трудно. Скорее можно говорить о том, как сейчас все устроено, и это, пожалуй, и есть специфика, но она сейчас воспринимается не как западная, а как мировая, как раз потому, что Запад пока что еще не отдает свое место. Спасибо. Действительно, нам сложно размышлять о западной специфике. Мы специально поставили этот вопрос, да, и вы интуитивно правильно уловили, что очень много из того, что западная цивилизация создала, она попробовала универсализировать, и поэтому это воспринимается как такое достаточно общераспространенное явление. Но у нас, к сожалению, время подходит к концу, пара закончилась. Леонид Борисович, пожалуйста, если вы хотите как-то кратко сказать, и, наверное, да, там Сергей Иванович, может быть, пару слов для Михаила Владимировича. Спасибо. Да, одну, пожалуйста, фраза. Я так не донес это в свое выступление как следует, да и в книге это не очень хорошо. Главное, ребята, это человек, вот что я хотел сказать. Главное, это стремление из человека. Я стал в последнее время из материалиста идеалистом. Я считаю, что мысль, в общем, главная в жизни. Нужно придумать что-нибудь, чтобы что-то двигалось, а не просто что-то делать. Делать, что уже делали до тебя. Пускай даже лучше, но только одно и то же. Нет, это творчество. Тогда есть какая-то надежда на то, что дело дальше пойдет лучше. Спасибо большое. Сергей Иванович, что-то в заключении скажете? Да нет. Единственное, значит, хотел поблагодарить. Понятно, что Леонид Борисович надо благодарить за его глубочайшие творения. Значит, ну и студентов. Мне очень понравилось, значит, активность и количество людей, которые пришли обсуждать чисто теоретические вопросы, которые, казалось бы, должны были уже уходить из поля вашего зрения. Значит, и выражу надежду, что все-таки, может быть, сейчас это редко бывает, но, может быть, кто-нибудь из вас окажется в сфере науки и образования. Спасибо. Парус. Коллеги, всем спасибо. Профессору Уралаеву спасибо, профессору у него спасибо, организатору спасибо, всем действительно спасибо. Я хотел сказать, коллеги, я дико извиняюсь, я сказал, что не читают книги, да? Вы читаете книги, это очевидно. То, что сюда пришли, это очень большое дело, что вы читаете о том, что вы их читаете. Очень хорошо, что вы эту книгу прочитали. Спасибо всем, коллеги. Наверное, Леониду Борисовичу. Анна Андреевна присоединяется, я извиняюсь. Мы счастливы вас видеть после такого прерыва и надеемся, что еще с вами тоже в дискуссии вам взяты поучаствовать. Спасибо. Здоровья! Разрешайте.